Второй раунд противостояния в Соломинском суде. Экс-депутат Николай Мартыненко, детективы НАБУ. Сотрудники бюро по-прежнему настаивают на аресте подозреваемого, а сам Мартыненко обвиняют НАБУ в политическом преследовании по заказу Михаила Саакашвили и его грузинской команды. Как проходили слушания и чем завершились, знает Руслан Смещук. В коридорах столичного апелляционного суда не протолкнутся. Десятки репортеров, нардепы, прокуроры и сам экс-нардеп Николай Мартыненко. Подачу апелляции он называет действием сугубо политическим. Неадекватные действия, потому что НАБУ действует вместе с своими патронами из грузинской мафии. Наступным образом. Безподставный арест, удержание под вартою и пиар. Потому что они готовятся к выборчих компаниям. Им кажется, что они на этом заработают политический капитал. Обвинение, в свою очередь, утверждает, что предыдущее решение об избрании меры пресечения Мартыненко было принято с нарушением законодательства. Поэтому в своей апелляции будут требовать отправить экс-нардепа в СИЗО. Самое использование запобежного захода в виде особой поруки было с порушением. Не все депутаты знали, в чем он подозревается. Вскоре все заходят в зал суда. Места тут еще меньше. Коллеги из пяти судей сообщают, не все материалы дела были предоставлены Соломенским районным судом. Сегодняшнее слушание под вопросом. И обвинения, и защита единогласно соглашаются на перенос заседания. В результате слушание апелляции перенесли на 12 мая. Уже на улице Николай Мартыненко говорит, что его защита ожидала такого развития событий. Руслан Смещук, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интерн.